В настоящее время Российская Федерация не просто получила баллистические ракеты малой дальности от Северной Кореи. Федералы уже использовали эти ракеты во время массированных ударов по Украине 29 декабря 2023 и 2 января 2024 года. Утверждается, что хотя официально не заявлялось о передаче такого оружия, Федералы получили от северных корейцев минимум несколько десятков баллистических ракет. Что в свою очередь свидетельствует о способности Кремля пополнять свои арсеналы благодаря странам-изгоям. И это хорошо знакомое изделие, ведь большинство технологий в Северной Корее были получены еще от Советского Союза. 4 января 2024 года координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с официальным уведомлением о применении Российской Федерации баллистических ракет из КНДР. Точное название ракет не называлось, но был обнародован следующий слайд. На нем указана дальность удара, которым стало Запорожье в 460 километров, и иллюстрации в виде двух баллистических ракет КНДР КН-23 и КН-24. Оперативно-тактический ракетный комплекс КН-23 вполне можно назвать северокорейской копией российского «Искандера». Впервые был протестирован в 2019 году. Как бы это парадоксально не прозвучало, но КН-23, как северокорейская копия «Искандера», имеет характеристики лучше, чем российский оригинал. Известно, что стартовая масса КН-23 составляет 3,4 тонны, на 400 килограмм меньше, чем в ракете 9М723 комплекса «Искандер», боевая часть – 500 килограмм, подтвержденная дальность пуска – 690 километров, или на 190 километров больше. Также известно, что в 2021 году КНДР провела результативные испытания КН-23, спусковой установки на железнодорожном ходу. КН-24 визуально похожа на «ИТЭКИМС» и впервые была протестирована в 2019 году, при этом ее практически доказанная дальность пуска составляла 410 километров. Размер ее боевой части остается неизвестным, и лишь предполагается, что около полутонны. Кроме КН-23 и КН-24, КНДР также имеет арсенал баллистических ракет, являющихся версиями советских Р-17 комплекса «Эльбрус», более известных по натовской классификации, под названием «СКАД». В частности, Хвасонг-9 имеет максимальную дальность до 1000 километров и боевую часть с оценочным весом в 500 килограмм. Более старые версии, Хвасонг-5 и Хвасонг-6, имеют дальности до 300 и 500 километров, боевые части 770 и 960 килограмм соответственно. На этом все возможные варианты баллистических ракет, которые КНДР передала Российской Федерации, не завершаются, но именно эти можно считать основными. А единственный точный ответ на вопрос, какие именно ракеты из КНДР запустила РФИ, даст только анализ осколков этих ракет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова